Чуть-чуть, немножко энергии дайте, пожалуйста, да или нет? Хочу сказать следующее, те, кто не смог восстановить свою энергию, у нас сейчас будут работать кофемашины, пожалуйста, можете это пройти, вкусить этого замечательного, божественного напитка, ну а я же приглашаю сюда на сцену человека, который будет освещать те вопросы, которые возникают по ходу сегодняшнего мероприятия. Александр Сережечкин, электромобили мира. Раз, 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 раз. Комфортно слышно? Всем добрый день, дорогие друзья, Сочи, Олимпийский парк, WTS, и мы с вами. Ну сразу три темы, и сразу очень кратко. Значит, первая тема. Ну все покатались на электромобилях? Нет! Ну, два, три, нет, сегодня исправляем, машинка стоит, конечно, покатались. Кто на Тесле покатался? Отлично. Кто на Джаке покатался? Тоже отлично. Вы понимаете теперь разницу между Теслой и Джаком? Кто покатался? То есть кто премиум класс, Джак это обычный народный электромобиль, который будет поставляться в Россию и использоваться в больших корпоративных парках. И в связи с этим выхлопы в городе многократно уменьшатся. Первая тема. Я вас благодарю за то, что вы вникли в тему электротранспорта. Как эксперт в этой сфере, я четко говорю, что в 2020 году будет не просто всплеск, будет огромная волна интереса к электротранспорту, потому что это умнее, экономичнее и экологичнее. Две цифры обычные я всегда привожу в пример. Обычный среднестатистический бензиновый автомобиль ест денег в день сколько? Ну, среднём. Ну, тысячу рублей ест, правильно? То есть залить там 10-15 литров и оставить 200-300 рублей по накалителю. Точно такой же автомобиль, таких же размеров, электрический. Если вы заправляете машину, заряжаете за деньги, сколько он ест? 300 рублей. То есть вот вам вся разница. Бензиновая машина в день употребляет 1000 рублей, электрическая 300 с учётом, что если вы платите. Но сейчас все зарядные станции, они бесплатные. Посему это выгодно. Естественно, гарантийное обязательство гораздо больше, и машина многократно меньше ломается по одной простой причине. В ней на 50% меньше деталей, чем в бензиновой. То есть, понимаете, когда у вас нет коробки передач, у вас нет там масла, нет двигателя, нечему ломаться. Этого ничего нет. Здесь есть электрический двигатель, простая редукторная, как бы, раздаточная коробка, которая не подвластна вашему подключению, поэтому она не ломается. Перехожу к теме практики. Итак, как я вам рассказывал, мы создали специальный самокат, который живёт в электромобиле в багажнике и предназначен для того, чтобы, когда вы поставили автомобиль на зарядку, вы вот таким образом его сложили. Все, вот он маленький, он удобный и он готов к погрузке в любой самый маленький багажник. Раскладывается он вот так. Мы лично этим занимались. Но, понимая, что масса, которую он может везти, это 200 килограмм. То есть, мы его рассчитали на одного взрослого человека, на одного ребёнка, который будет ехать. И это чёткое коммерческое предложение, которое я вам сейчас озвучиваю. Статистика. Самокаты продаются самым большим количеством в мире на данный момент сейчас. Самокат один из самых, как бы, главных подарков на Новый год. То есть, на Новый год можно подарить самокаты взрослым, детям, кому угодно. Тем более, автомобилистам, которые ездят на электромобилях. Поэтому наше предложение компании «Электромобили мира», которая занимается инжинирингом, естественно, для того, чтобы эти самокаты были в багажниках всех машин, это новогоднее предложение. Если вы присылаете мне заявку со своим логотипом, с названием города, или с тем, что, считается, должно быть на нём запрендировано, это принимается, и без повышения цены этот самокат к вам приходит вот в этой хорошей комплектации с техническими характеристиками до 40 км в час. Он разгоняется, и порядка 25 км у него пробег на одном заряде. То есть, это максимальный показатель такого самоката, ну, как бы, на сегодняшний день. Но он ещё полностью забрендирован. То есть, вот этот самокат не брендированный, но это уже ближе к тому. То есть, вы понимаете, если вот здесь у нас будет стоять корзина, на которой нарисован ваш бренд, здесь полностью тоже наносится бренд, он светится, всякие фонарики, то есть, это уже законченная конструкция. Так вот, на этом предложении очень простое. К Новому году этот самокат будет воскрепан и как в виде подарка, и как в виде главного сувенира того бренда, который вы сочтёте нужным. То есть, новогоднее оформление, ваш бренд, и вы дальше сами считаете и решаете, будете вы их продавать, либо вы будете пользоваться, как бы, сами, как бы, своей компанией. В производстве усреднённо этот самокат обходится нам в 40 тысяч рублей, за цену которую мы и предлагаем вам его заказать. В интернете этот аналог будет стоить от 75 тысяч. То есть, разбежку в 30% того, что вы получаете прибыли, именно на самокате, ну, как бы, делая предзаказ, я вам гарантирую. По поводу надёжности и качества, поверьте, я вложил, как бы, там, весь свой 20-летний опыт, в то, чтобы это было реально надёжно, и то, чтобы большой дядь по какой-то такой спи, он, который встал, повесил вот сюда наружу две огромные корзины, поехал, и оно всё выдержит. То есть, всё, тему самоката закрывали. Очень похоже на самокат, это электромобиль «Джак». Завод нас с вами просит сделать договорное намерение о том, что вы считаете, что в 20-м году вы готовы приобрести, как юридическое лицо комплекса, стоящий из электромобиля, зарядной станции, гарантийных обязательств той компании, которая вам её доставляет, для того, чтобы вы эксплуатировали в том регионе или в том городе, где вы будете находиться. Первая часть – это, естественно, вы становитесь владельцем электроавтомобиля и начинаете понимать, как это работает. Вторая часть, если вам это интересно. Как вам говорили, все крупные автосалоны, в том числе Тесла, отказались от автосалона. То есть, не надо строить. Гораздо проще вот эту разницу, которую мы платим менеджерам по продажам, на содержание автосалона, вот именно эту разницу отдавать тем покупателям, которые у нас купили эту машину. Потому что это сделано, система в Тесле очень чётко работает. То есть, если там по вашей рекомендации приходит человек и покупает автомобиль Тесла, то вам либо начисляются финансы, либо даются какие-то баллы. И он даже закрыл программу. Значит, если по рекомендации приходило больше 10 человек, которые купили маленькую Теслу-купе, спортивную, то он дарил. И он эту программу закрыл, потому что слишком много нашлось таких людей, которые собрали 10 друзей, и те купили эти машины. То есть, факт интересный. У нас всё гораздо проще. Де Юра. Компания электромобилей Мира на сегодняшний день договорилась с компанией «Это Мир». Руководитель Наталья Ким. Мне требуется от вас список намерений, юридических лиц, за которыми стоят физические лица, о том, что да, вам будет интересно в 2020 году приобрести эту машину. Я эту заявку в этом году прям сразу отправляю на завод. И прошу официально нам с вами, вот всем, кто напишет, ответить, по какой цене и на каких условиях будет поставлен этот автомобиль вот этому списку людей. Потому что, когда речь идёт об одной машине, это одна песня. Когда организация говорит о том, что нам несколько машин надо, и корпоративный автопарк, это другие цены, другие условия, и, конечно, это там меньше первоначальных взносов. В общем, всё гораздо проще. Поэтому взаимодействие такое. В конце выступления я сейчас выведу все адреса сайта, куда можно со мной связаться. Но координатор по этому вопросу и как бы утверждённый список, от чьего лица это всё подаётся, это Наталья Ким. То есть я от неё получаю список. В своих намерениях вы указываете, что готовы купить электромобиль. Если вы живёте на севере, вы пишете, что у него должна быть северная подготовка, то есть это обогреванные сиденья и так далее. Если вы живёте в местности, где плохие дороги, вы пишете о том, что у меня должен быть большой дверенц, у меня должны быть такие-то колёса. И поверьте, заводу это очень легко сделать, потому что это до производства. То есть за три месяца, получив ваши пожелания, они просто заказывают другую резину, ставят другие сиденья, и это не влияет на цену. Вот. То есть если мы с вами зайдём, вот именно на сегодняшний день, представляете, да, завод открывает представительство, делает презентацию и говорит, вот кто к нам первый как вот от души вот так обратится, по-серьёзному, мы для вас просто сделаем всё, в том числе поездка на завод и побывать в гостях на производстве. Потому что мы с вами говорим о том, что если вы идёте по программе представительства компании «Электромобиль мира», то вы, в принципе, и продаёте эти машины. Я вас там не буду грузить техническими, то есть все технические вещи вы отправляете опять на меня. От вас нужно только, значит, человек, который собирается ещё купить, и мы уже с ним работаем. Все технические вопросы мы закрываем сами, в том числе сервис, гарантия и поставка запчастей. Выйдите, пожалуйста, на экран. Значит, друзья, сейчас будет... Следующий, вы странируете. Значит, хэштег «Эви Карс Вору». По этому хэштегу я открою все ваши публикации, а вы откроете мои публикации, связанные со вчерашним, со вчерашним и сегодняшним днём. То есть это мой официальный хэштег. Это телефон контакта личного мозга. Перед выходом стоит баннер электромобилей мира, и рядышком на уголке стола лежат специально мной подготовленные вот такие вот штучки, где я всё написал. Здесь, кстати, сайт. Когда вы заходите на этот сайт, там будет регистрация на тест-драйв, но буквально завтра я сделаю там регистрацию, чтобы видеть вас через три месяца опять в Сочи на первые отгрузки электромобилей. И в то же время, если вы желаете глубже войти в эту тему, и забрать свой регион полностью сегодня, это возможность. То есть на ближайший год вы можете полностью свой регион забрать под продажу электромобилей «Джак». То есть все машины, которые будут у вас проданы, будут тренироваться вами. Это будет в июле записано в договоре о намерениях и договоре о сотрудничестве. Вчера и позавчера здесь выступал Алексей, мой друг, это компания «Монарх», который рассказал вам о том, что он собирается и уже делает предтестовую машину бренд «Монарх». То есть очень здравая идея о том, что в России нужно выпускать свой электромобиль. Я вас очень попрошу, то есть такое ощущение, что я как бы вот стою и разговариваю с очень крупными банкирами, которые меня слушают и говорят, а-а-а, вот это производство затеек. Так вот, пожалуйста, обратите внимание на «Монарх», потому что идея очень правильная. Россия, свой электромобиль, и этот электромобиль еще и собирается по максимуму из российских комплектующих. В результате, конечно, мы получаем абсолютно другую цену. Потому что цену на Теслу вы сегодня знаете, и как бы никому не особо не улыбается, там, за 7,5 миллионов автомобилей. Если мы с вами, как Алексей озвучил, за 2,5 миллиона готовы получить такую же машину, но в России, ну, как бы это все гораздо-гораздо интереснее. Так вот, на сегодняшний день волна производства и волна интереса комплектующих к электротранспорту выросла многократно. Я на позапрошлой конференции вам рассказывал, что я был на международной конференции, посвященной двигателям Дуинова, которые очень известный российский инженер, он сделал особую обмотку в моторе, которая улучшила его КПД и уменьшила расход электроэнергии. Так вот, на сегодняшний день я вам хочу представить Павла Шарского, представителя компании, которая занимается организацией финансирования, производства электрических двигателей в России. Солар-группы. Ваши опросы.